Для начала я покажу вам Кадырова в его, действительно, настоящей его профессии, где он должен был быть в действительности. Посмотрите, как он гармонично смотрится в роли пастуха, чапана. Посмотрите, как ему это идёт. В том, что готов ли ты к диалогу с Кадыровым и возможно ли что-то случится когда-нибудь? К диалогу нет, к разговору с этим человеком, к некому диспуту с ним, да, готов, давно его уже вызывал на это, но он, как вы видите, не готов, не соглашается. Я его, вообще-то, понимаю, почему он не хочет этого делать. Возможно ли такое? Но если он наберётся всё-таки смелости в один день, то возможно. Диалог это просто немного понятие дружелюбное, наверное. Нет, к диалогу с этим человеком я не готов, и ни с одним из них диалога у меня быть не может. Может быть только жёсткий спор с подобными людьми. Будут? Конечно, будут. Конечно, будут, генератор. Как мы можем эту тему обойти стороной? Ну что ж, давайте тогда... Для начала я покажу вам Кадырова в его, действительно, настоящей его профессии, где он должен был быть в действительности. Посмотрите, как он гармонично смотрится в роли пастуха, чапана. Посмотрите, как ему это идёт. Действительно, вот то место, где он бы нашёл себя, если бы он только знал. Посмотрите, как это выглядит красиво, когда он, облокотившись на этот посох, наблюдает за этим стадом. У него есть два варианта. Либо он может управлять этим стадом, будучи роли чапана, либо он может быть одним из этого стада, а кто-то другой, например, Саллах Межиев, будет управлять. В целом, мне нравится, что он начал примерять на себя своё реальное призвание и показывать это нам. Это хорошо. Надеюсь, что в один из дней он сделает правильный выбор, вывод и уйдёт туда, где ему действительно нужно быть. Где он должен был быть, если бы не некоторые события и предательство его отца, затем его, дружба с Путиным. Если бы не всё это, то он именно там и был бы. Я надеюсь, что в один из дней он это поймёт, примет и станет пастухом в Хосе-Юрте. Ну всё, работа ответственная, не всякий сможет работать чабаном. Но я надеюсь, что он справится с этой темой. Мне кажется, это прямо вот его призвание. Пастухом быть именно в овечьем стаде. Нельзя ему давай переходить к крупнорогатому скоту, пока он не покажет себя с овцами. Если нормально всё пройдёт, тогда можно ему дать повышение, чтобы он крупнорогатый скот тоже выгуливал. Улахи, почему у нас это позорно пастухом быть? Ведь пророки были пастухами. Омар постил Вербюль. Это не позорно. Это не позорно. Но это и не престижно, как вы понимаете. Ведь пастухом стать никто не мечтает. Это такое место, куда ты сегодня в нынешнем мире, в нашей жизни, ты пойдёшь пастухом в случае, если ты больше ничего не постиг, ничего не можешь. Делать не можешь, быть юристом, экономистом, кем-то ещё, политиком. В этом случае ты будешь заниматься либо пастухом, либо сапожником ты будешь. То есть, какие-то профессии, они не престижные. И это та ниша, которую занимают люди, у которых нет возможности заниматься чем-то, что лучше. И, допустим, зазорно ли подметать улицы, быть дворником? Нет, конечно, не зазорно. Люди занимаются своей работой. Но заниматься этой работой они будут только в том случае, если у них нет варианта получше. И вы ведь не будете со мной спорить, что отмести улицы – это как бы не лучший вариант. Туда идут люди, у которых нет другой возможности. Поэтому вопрос с пастухом, он именно такой. И то, что раньше, как вы говорите, пророки были пастухами, мир им всем, раньше было другое время. И они занимались, допустим, этой деятельностью, когда у них не было другой, не было каких-то других возможностей. Имея какую-то возможность заниматься чем-то более прибыльным, престижным, люди, конечно, стремятся к тому, чтобы этим заниматься. Но подобная работа, она требует какого-то образования, каких-то навыков. Допустим, не каждый человек будет физиком, ядерщиком, скажем. Для этого нужно отдельное образование. И вообще склад ума нужен отдельный, чтобы быть математиком, быть писателем, поэтом. Это у каждого свое признание, призвание, свои таланты. Не каждый человек может заниматься подобной деятельностью. А деятельностью, пастухом, подметать улицы, делать обуви и так далее, это то, что может по сути каждый. Там немного нужно навыков. Поэтому это не зазорно, но это и не престижно. Понимаете? Почему в Чечне так не популярна наука, бойцы, борцы, гоня? Ну вот я как раз об этом и говорю. А как в Чечне может быть популярна наука, если во главе сегодня Чечни стоит кремлевский наместник, у которого нет трех классов образования, у которого есть некий предел в развитии. Человеческий мозг, он же практически в нашем, по крайней мере, в таких нами объемлемых понятиях, он не ограничен. Мы постоянно развиваемся до самой смерти. А этот человек, у которого есть потолок, он все, он бьется об него, дальше он не может. Ну, тупость бывает, реально у него нет возможности. Человек тупой, он не пытается даже как-то себя развить. Он не поглощает новой информацией. Он просто вот на одном уровне стоит, а где-то даже и наоборот деградирует. И собирает вокруг себя, разумеется, таких же людей. И они вот эту вот моду культ силы, там, спорта, они его там устанавливают, пропагандируют, это оплачивают. И, разумеется, народ под это подстраивается. Народ видит, что для того, чтобы жить хорошо, чтобы можно было построить хороший дом, там, поставить ворота на этот дом за несколько миллионов или десятков миллионов рублей, одни ворота. А это ему надо, потому что соседи-то такие у нас ведь, понимаете? Когда ты видишь, что твои все соседи стремятся к этому, у них дома такие, живут они так, на машинах ездят вот таких, то ты хочешь, не хочешь, пытаешься как-то соответствовать этому уровню. И вот он видит, что достичь этого он не может путем изучения математики, физики, химии, высоких технологий. Нет, в республике это не востребовано. Но зато он видит, что он может хорошо где-то выступить на каком-нибудь спортивном поединке или спеть, если это девушка, то нарядиться как-нибудь в обтягивающий наряд, вымазав там свое лицо и какую-нибудь спеть хорошую песню про Кадырова или про его отца. И в этом случае тебе могут подарить машину, дать, значит, деньги, билет на хорошую жизнь. Я имею в виду, чтобы у тебя были концерты, если ты артист. А если ты спортсмен, то опять-таки с тобой будут заключать какие-то контракты, ты будешь выступать, я буду делать подарки. И видя это, он, разумеется, стремится к этому, а не к науке. Чтобы это изменить, нужно вот этот подход, эту кремлевскую всю вот эту братью вместе с Россией оттуда вышвырнуть. Туда должны прийти избранники народа в своем свободном государстве. И эти избранники должны развивать именно какие-то научные сферы. Субтитры создавал DimaTorzok